ребята привет 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 мы его на франковске приехали сегодня погулять по 100 метров его на франковском а после 100 метровки пойдем вместе я не должен говорить имя а потом для этой маленькой сейчас его на франковске начинает моросить дождь это нам не очень ладно мы пошли идем на 100 метров она здесь отсюда недалеко у нас видимо ребята будет облом с лайфсайлом потому что не удается завершить изменение сотового тарифа не через камеру я соответственно когда я просто запускаю камеру навожу на qr выдает вот эту историю то что вы сейчас видите или даже если через меню значит добавить тариф и так дальше не получается поэтому не знаю насколько сегодня вообще будет актуально вот это все дело вот эта покупка прошу прощения не покупка а то есть вот этого всего дела будем ли тестировать и став вода фон вполне вероятно что протестируем если возьмут здесь почему бы и нет если мы лайфсайл активировал необходим был вайфай я раздал с другого телефона вайфай тогда все пришло без проблем смотрите вода фон украина отмечено на лте чтобы было подключено он в лте почему-то не регистрируется я не знаю в чем дело ну соответственно будем тестировать то что есть может быть походу без заработает заработает не знаю сколько тогда 3g вообще актуально тестировать просто будет как-то что-то не то но я не понимаю не регистрируется в сети 3g никак то есть каким-то тест будет не совсем полноценным но каким будет то есть сходу покупаешь соответственно допустим до сим-карту и вперед но это также и сим также и сим от вода фон также куплено все куплено специально для этих тестов не дешевые удовольствия берете рейтинг лайфсайла как видите максимальный сигнал без проблем 4g зарегистрировался не веришь его на франковске на вокзале нету покрытие 4g а вот это лайфсайл во всей своей красе то есть даже вода фоновский 3g от лайфсайла лте уделывает чем этот риф без ограничений всяких и тому подобное это достаточно жирный риф за 150 гривен на месяц видите насколько здесь закачка просевшая отдача более-менее сносная я так понимаю что будет то есть не сносная даст отдача очень даже неплохая я так понимаю что лайфсайл будет сегодня сливать теперь очередь киевстара максимальный сигнал у лайфсайла видели в этом месте был далеко не максимальный сигнал ну и скоростью киевстара здесь также туфляк получается скорость киевстара передает такой небольшой пламенный привет лайфсайл получается здесь вода фон сети 3g обошел и лайфсайл и киевстара будет до скорости на даче на даче нет но вот на закачку дам на закачку да на закачку показатели что у звезды что у желтых вообще никакое о ребят 100 рядом возле вокзала уже до ивана франковск вот что рядом поставили то есть здесь еще облагораживает будет новая на одну больше ивана франковской достопримечательности вот такой локомотив выглядит красиво мне нравится классно смотрится конечно всегда видимо его как-то не знаю мочи транспортировка было красавчик слышал женщина по телефону говорила говорит что он действующий что он типа как бы ездить даже может поехать сам в смысле с машинистом понятно что не сам парни ребята народ никогда не было здесь в ивана франковске хочу отметить также что здесь остались советские звезды в свете всех событий сети всей ситуацией как бы этот момент таки достаточно важно мне кажется отметить а это здесь вечный огонь но как видите вечного огня нету нету печально печально что вечного огня здесь нету и в памяти передашних поколений не сгаснуть ваши имена и и вы видите солдат в каске советская звезда прошу но смотри это ты так понимаю монумент он обозначает как это жена первую очередь мать и соответственно ее муж ушел на войну отец этих детей ушел на войну и так и не вернулся соответственно здесь флаги украины как видно и здесь написано кто погиб кто погиб рядовой лейтенант написано фамилия и инициалы это например по примеру как в коломые тоже есть своя площадь героев видите здесь также советская звезда вандалы здесь не отметились то есть не разносили но площадь таки достаточно в неприглядном виде я вам скажу мне не нравится как это выглядит такой себе вид даже видно что здесь можно было бы как-то все уже переделать облагородить освежить монумент достаточно высокий если я не ошибаюсь мальчик стоит в галстуке пионерском но я не знаю вполне вероятно он может бы и подпадал бы под декоммунизацию но монумент на месте так и здесь соответственно написано на украинском языке вечно слава слава героям полезным в боях за свободу и незалежность нашей батьки вщины незалежность если я прочитал незалежность прошу прощения перед нами украинцем не прошу не я просто почитал все ну вот девочка просто с косичками какой-то какой-то не знаю какого-то признака советской символики нет на этом монументе по стаменте так же по эту сторону так же по эту сторону идут плиты так что здесь написано червоно армеец Филоненко загинул смертью храбрых в боях з немецко-фашистскими загарбниками в Великой Вечезняной войне 26 липня 44-го року с незу внизу не могу не отметить как понимаю это георгиевская лента но все это не чистое все это такое заляпанное вот ну с одной стороны вообще хорошо что это на месте еще а с другой стороны не историю забывать свою ни коем случае нельзя эта история как бы она не было одной страной прожили много лет к чему обратить внимание старший сержант Батьянов ОМ загинул смертью храбрых в боях з немецко-фашистскими загарбниками в Великой Вечезняной войне в Берзне 44-го року в Станиславе тот кто не знает Иван Франковск ранее назывался Станислав вот как то так так как одной страной прожили прожили много лет не один десяток так или иначе эти люди защищали тогда на тот момент свою страну как бы она не было вот здесь у нас герой Радянского Союза лейтенант Сымаков Тимофей Алексеевич и дальше ниже также указаны погибшие герои но они не герои Советского Союза те которые вот здесь список ниже а вот еще один герой Радянского Союза полковного Горкуша Накола Ефтехиевич и на той стороне также отмечены герои Советского Союза да жалко конечно что речный огонь не горит было бы конечно правильно чтобы горело и герой Радянского Союза старший лейтенант Сергей Митро Иванович а также герой Радянского Союза старший сержант Сериков Иван Константинович конечно хотелось чтобы эту площадь более как-то ее не знаю свяжили те люди которые воевали за свою родину за свою землю я полагаю что они достойны достойны вечной действительно памяти чтобы это все было как нужно даже если посмотреть на эти столбы фонарные облезшие облупленные ну такое себе